Торжественное открытие нового проекта прошло сегодня в Елабужском институте КФУ. Свою работу начал музей книги, научно-читальный зал, занятия в котором будут доступны всем желающим. Елена Ефимовна отметила очень интересную символичную идею вывески. Гости мероприятия сразу догадались на фоне какого произведения была разработана надпись с названием. В этом помогли известные имена и места светских встреч. Анна Павловна, князь Василий, салон-шерер. Мне очень приятно, что в начале учебного года в Елабужском институте родился еще один научно-просветительский проект. И вдвойне приятно, что этот проект рожден в год 120-летия со дня основания нашего учебного заведения и в год, когда весь мир отмечает 190-летие со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. У нас на базе нашего научного читального зала открылся музей книги. Это давняя мечта профессорско-преподавательского состава нашего института – открыть фонды для общественности, для студентов. Мы очень рады, если наш проект, наш музей книги будет центром притяжения для учащихся школ, для студентов, для наших гостей, потому что это действительно источник очень многих знаний. Среди почетных гостей мероприятия – руководитель исполнительного комитета Елабужского муниципального района Ренат Хайрулин, заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам Людмила Рыбакова, директор-реставратор Рустем Хасанов, заместитель генерального директора Елабга Дорстрой Валентина Сабанова. Для присутствующих экскурсию по оснащенному читальному залу провел профессор кафедры русского языка и литературы Елабужского института КФУ Анатолий Роживин. Вниманию гостей были представлены редкие книги из хранилища, а красочные стенды рассказали участникам экскурсии об истории книгопечатания. Нельзя не отметить, что библиотека Елабужского института КФУ является самой крупной библиотекой в Нижнем Прикамье. В архивах хранится более полумиллиона печатных изданий. История книги наша начинается с Астромирова Евангелия. Это 1056-1057 годы. Причем важно, что это первая книга с точной датировкой. По окончании экскурсии состоялось вручение традиционной цветовской стипендии студента, ведущим исследовательскую работу по творчеству поэта. Среди них студентка 4-го курса Эльмира Шарфудзинова, магистры 1-го курса Анастасия Саушкина и Лилия Рамазанова. Сирена Иванова, Денис Сипаев, Пресс-служба Елабужского института КФУ.